Северный поток 2 будет достроен. Борис Марцинкевич на завтра.ру за 2 ноября 2020 года. Вопрос только в сроках. Второй год не утихают страсти вокруг реализации проекта магистрального газопровода Северный поток 2. И вот уже почти год мы вынуждены наблюдать за тем, как и какие дискриминационные меры против него предпринимает США. Страстей тем больше, чем меньше достоверной информации. А ее действительно немного. С того момента, как санкции со стороны Штатов вынудили выйти из проекта швейцарскую компанию AllSys, не менее швейцарская компания Nord Stream... Нет, давайте все-таки это пусть прочитает. Электрическая барышня. Оператор трубопровода заявила, что впредь не будет анонсировать никаких событий, связанных с СП-2. Новости будут поступать исключительно постфактум. В результате, все мы превратились в сторонних наблюдателей, которым только и остается, что отслеживать за перемещениями морских судов, которые с той или иной долей вероятности могут стать участниками проекта. Инвесторы Северного потока 2 Политики США без устали продолжают изобретать все новые санкции против проекта СП-2. Это действительно интересно и увлекательно, но постепенно сложилось мнение, что действия Штатов направлены только и исключительно против экономических интересов России. Мнение настолько устойчивое, что уже не очень понятно, по каким причинам политики Европы, вместо того, чтобы всемирно поддержать своего заокеанского сюзерена, упорно этому сопротивляются. Если, конечно, не обращать внимания на точку зрения государств, которые никакого отношения к проекту СП-2 не имеют. А причины есть, причем весьма основательные. Нужно только перестать оперировать политическими интересами и внимательно присмотреться, какие и чьи тут имеются интересы экономические. По договору, подписанному в апреле 2017 года, смертную стоимость морского газопровода в размере 9 миллиардов евро в равных долях внесут российский Газпром и как единственный акционер Nord Stream 2 AG и 5 европейских компаний. Французская NG... Давайте все-таки электрическую барышню подключим. А что, не переводится? NG... Немецкая... Я даже это не прочитаю. Немецкая, финская Uniper, австрийская OMV и англо-голландская Royal Deutsche Shell. Все пять европейских компаний частные, государствами не контролируются. Все пять европейских компаний финансы находили самостоятельно. В проекте нет ни одного евроцента, внесенного из госбюджетов европейских стран. Именно по этой причине совершенно справедлива оценка проекта SP2, которую неоднократно давал Владимир Путин. Это частный экономический проект. Участие в нем политиков не имеет никакого обоснования. Вывод, который следует из этих фактов, прост. Санкции США против SP2 – это санкции не только против контролируемого Россией Газпрома, но и против пяти ведущих частных энергетических компаний. При этом эта пятерка европейских компаний – не только импортеры российского газа, но и активные ведущие поставщики газа, причем не только в странах, где они юридически зарегистрированы, но и практически во всем ЕС и во всей Европе. Если санкции США достигнут своей конечной цели, пострадают европейские компании, которые все свои убытки перенесут на плечи своих потребителей. Никаких других алгоритмов капиталистическая система не предполагает. Не важно, как именно будет реализован этот перенос – за счет роста тарифов или за счет компенсационных выплат со стороны государственных бюджетов, поскольку государственный бюджет – это деньги все тех же налогоплательщиков. Поэтому общий вывод может быть только один. Санкции США – это попытка залезть в карманы и в энергетический ресурс, то, извините, в карманы и в кошельки европейских потребителей газа. Поскольку природный газ – это прежде всего энергетический ресурс, то и в карманы и в кошельки европейских потребителей электрической и тепловой энергии. Безусловно, будет нанесен ущерб и нам, жителям России, по той причине, что «Газпром» контролируется государством. Неполученная «Газпромом» прибыль – это неполученные государством дивиденды, невыплаченные «Газпромом» налоги. С этим спорить не приходится, но ущерб от действий США не будет только исключительно российским. Это и является одной из причин того, что европейские политики сопротивляются как могут и как умеют давлению со стороны Штатов. Но это только одна из причин, важная, но не единственная. В последнее время как-то ушло в тень простое обстоятельство. Для Европы СП-2 не является некой вещью в себе. Газовая магистраль не заканчивается на немецком берегу Балтики в районе городка Грайсфальд. Для того, чтобы российский газ пришел к европейским потребителям, его нужно вести дальше. От Грайсфальда до границы Чехии уже легли трубы магистрального газопровода... Минуточку. Вот дается карта того, где проложено уже. Две нитки мощность 55 млрд кубометров в год, совпадающие с мощностью СП-2. Для того, чтобы газопровод не оставался чисто транзитным, то есть для того, чтобы он подпадал под ограничение третьего энергопакета ЕС, обустроен газоотвод мощностью 10 млрд кубометров, соединяющий ЕВГАЛ со столицей Германии. Оператор проекта, компания... Ой, сколько же здесь всяких наименований интересных. Принадлежащая Газпрому и... Через компанию ВИГА. Владельцы инвесторы компании, входящие в консорциум в составе... Надеюсь, все-все увидели. Смерная стоимость без учета выкупа земельных участков 2,276 млрд евро. Эти инвестиции уже сделаны. Газопровод и приемная инфраструктура на Балтийском побережье к работе готовы. Все проверено, технический газ уже в трубах. Если учесть стоимость земельных участков, общие затраты составили около 4 млрд евро. И до того момента, пока не завершен СП-2, пока по нему не пошел российский газ, эти инвестиции в буквальном смысле слова зарыты в сырую немецкую землю. И в этих инвестициях снова ни одного евроцента бюджетных денег. Все инвестиции исключительно частные, как того и требует законодательство ЕС. Заинтересованные стороны. Чехия, Германия, Франция, Бельгия, Австрия. Но на границе с Чехией проект не заканчивается. Тут его подхватывает... В который инвестирует уже чешская компания. Для того, чтобы уйти от монополий на поставки газа со стороны Словакии, Альтернативный маршрут, диверсификация направлений поставок, хотя в обоих случаях газ останется российским, ведь именно он поступает в Словакию через газотранспортную систему Украины. Для того, чтобы уйти от третьего энергопакета, компания вписан в газораспределительную систему Чехии. Он тоже не будет чисто транзитным. Далее почти тот же текст. Инвестиции сделаны, трубы проложены, компрессорные станции установлены, техническая проверка завершена. Еще 3,5 миллиарда евро на день сегодняшний зарытый в сырую землю. Теперь уже чешскую. Однако и это еще не все. На карте можно увидеть магистральный газопровод Megal, уходящий из Германии в сторону Франции и Бельгии, имевшихся мощностей для того, чтобы транспортировать газ, который будет попадать в Европу по СП-2, потому состоялись инвестиции в дополнительную нитку. Однако не весь газ, прошедший через... будет отправляться во Францию. Не просто так принимает участие в финансировании австрийская компания ОМВ. Уже построен еще один, совершенно новый, магистральный газопровод Megal... Непонятно. По которому наш газ придет в конечную точку маршрута всей этой системы новых газопроводов на австрийский хаб Baumgartен. Все, что связано с расширением транзитных мощностей, обошлось еще в 4 миллиарда евро. И все эти деньги тоже на день сегодняшний не работают. А мирно лежат в земле. И снова ни единого цента из государственных бюджетов, только собственные инвестиции и банковские кредиты. Судебные перспективы. Вот теперь уже можно прикинуть, как выглядит ситуация в полном ее объеме. Если США добьются успеха, то прямые убытки Газпрома составят 4,5 миллиарда евро. Половина сметной стоимости СП-2. Потери целого сонма европейских компаний. 4,5 миллиарда евро в СП-2. 4 миллиарда евро в Еугал. 3,5 миллиарда евро в... Чапа-Сити Мпадгаз. 4 миллиарда евро в Мегал и Мегал Суит. Общая сумма более 15 миллиардов евро, более половины из которых потрачены немецкими компаниями. Следующий момент. Окончательные инвестиционные решения по всей системе перечисленных газопроводов были приняты в 2017 году. На основании действовавших на тот момент правил ЕС. Если завершение строительства СП-2 будет сорвано из-за того, что правительства стран ЕС присоединятся к санкциям со стороны ЕС, это будет классический случай применения законов задним числом. Шансы выиграть судебные иски против правительств стопроцентные. И в этом случае речь будет идти уже не о 15 миллиардах евро, а значительно больших суммах. Европейские энергетические компании не забудут ни банковские проценты, ни упущенную выгоду, считать там умеют. И все эти практически астрономические суммы придется выплачивать из государственных бюджетов, что следует читать как из карманов налогоплательщиков. Ну а налогоплательщики – это ведь еще и электорат на всех мыслимых выборах, от местных до парламентских и президентских. Остается задать сакраментальный вопрос, ответ на который совершенно очевиден. Существует ли в Европе политики, желающие прекратить свое присутствие на политической арене Европы? Ну а вывод из всего сказано только один. Северный поток-2 будет достроен. Вопрос только в сроках. Борис Марцинкевич, Северный поток-2 будет достроен.